МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главном. За стекло, бумагу, пластик, деньги. В Махачкале установят эко-пункты, куда жители смогут сдавать собранный мусор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасли малыша еще до его рождения. Уникальную операцию провели в Республиканском перинатальном центре Дагестана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меньше 10 дней до всероссийского турнира по грэплингу. Дагестанские спортсмены усердно тренируются. О подготовке к соревнованиям сегодня в выпуске. В Карабудахкенском и Буйнакском районах восстанавливают энергоснабжение. Напомним, там накануне разбушевалась стихия. Шквалистый ветер и град повредили припаркованные на улицах автомобили, заборы и ограждения. Также было нарушено электроснабжение. Жертв и пострадавших нет. Домашний спиртзавод обнаружили у жителя Дзербента. Сотрудники МВД задержали мужчину за производство избыток контрафактной алкогольной продукции. Как оказалось, мужчина производил коньяк и водку, который выдавал за оригинальную продукцию. Оперативники изъяли 626 баклажек этилового спирта емкостью по 5 литров, общий объем которого составил 3130 литров. Также в доме, расположенном в городе Дербент, было обнаружено почти 4000 тар от стеклянных бутылок с этикетками от разных марок водки. Махачкалинцы смогут получать деньги за сдачу бумаги и пластика. Об этом сообщает Минприрода республики. В столице будут установлены эко-пункты, куда горожане будут сдавать пластик, жестяные банки, стекло, бумагу и при этом получать деньги. Проект будет реализован до конца августа. Подобное разделение мусора позволит подвергать некоторые отходы переработке, что предупреждает загрязнение окружающей среды и мотивирует население к наведению чистоты в городе. Врачи перинатального центра провели уникальную операцию по переливанию донорской крови ребенку еще до его рождения. Уже завтра здоровый малыш и мама отправятся домой. Современные подходы и новые методики центра позволяют не выезжать за пределы республики для проведения сложных процедур. Луиза Раджабова поговорила с врачами и узнала, в чем уникальность операции. Теперь это слезы радости. О том, что маленькая Ася может и не выжить, жительница Хунзахского района Аминат узнала сразу. Она уже сталкивалась с проблемой резус-конфликтной беременности. Еще в утробе на 26-й неделе у девочки выявили гемолитическую болезнь. Итог патологии – гибель плода. Чтобы спасти жизнь, нужно было срочное вмешательство врачей. Сказали то, что надо делать. Пришлось нам четыре раза даже переливание сделать внутрепутробное. Хочу поблагодарить Эльвиру Марпашаевну. Она нам сделала это переливание, помогла нам. Но в данный момент чувствуем себя очень хорошо. Быть первой всегда нелегко. Благодаря молодому врачу Эльвире впервые в республике проведена операция по внутриутробному переливанию крови. Теперь у перинатального центра еще больше возможностей. Приезжали пациенты, которым нужно оказать эту помощь, которые не имели материальной возможности, какой-то проблемы с семьей, и не могли поехать за пределы Дагестана. И получалось так, что ребенок, которого можно спасти, такие дети погибали, у них не было шанса вообще. И учитывая эту ситуацию, решила попробовать начать делать эти операции у нас. Начальство меня тоже поддержало в этом плане. Уникальная для республики методика работает безотказно. Сейчас ребенок чувствует себя прекрасно. Дома сестру ждут два брата. Если у женщины резус отрицательная кровь, а ребенок наследует резус положительный от отца, очень часто в организме у женщины образуются антитела к собственному ребенку, которые могут приводить к отторжению этого ребеночка. Значит, обычно у ребенка развивается гемолитическая болезнь плода за счет разрушения собственных эритроцитов. И спасением в таких случаях остается уникальная процедура внутриутробного переливания крови плоду. Чем раньше мать обратится за помощью, тем больше шансов на спасение и рождение здорового ребенка. Республиканский перинатальный центр и дальше намерен внедрять новые технологии и методики в своей работе. Луиза Раджабова, Нурмакомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Межконфессиональный молодежный форум «Дружный Кавказ» прошел в Грозном. Его цель – укрепление межнациональных отношений. Приняли участие в форуме представители духовных управлений республик Северного Кавказа. От Дагестана был там заместитель муфти Ахмад Кахаев. В своем выступлении он рассказал о важности воспитания в подрастающем поколении уважительного отношения друг к другу, невзирая на различия между народами и культурами. Уважение человека, независимо от принадлежности к какой-либо расе, национальности, положения в обществе, принципы сострадания и мирного сосуществования с другими культурами и конфессиями, являются главными целями ислама с самого начала его зарождения. На наш взгляд, при организации работы с молодежью необходимо уделять особое внимание формированию благого нрава молодого человека. Очень важно вовремя сформировать у молодежи духовно-нравственные ориентиры, правильные отношения к родине, привить чувство ответственности и порядочности. Следует помнить, что мусульмане ответственны за свой моральный облик и перед людьми, исповедующими иную религию, и перед всем человечеством. Делегация из Дагестана во главе с совместителем Муфтия Республики Ахмадом Кахаевым приняла участие в торжественном открытии конкурса «Лучший чтец Корана» среди республик Северного Кавказа. Мероприятие проходило в селе Нижний Нойбер Гудермецкого района Чеченской Республики. Также от Дагестана принял участие руководитель Центра обучения чтению Корана при Муфтияти Республики Мухаммад Хабиб Будунов, который рассказал о том, с чего начиналось изучение священной книги мусульман. Конкурс проходил по двум номинациям «Знание» и «Чтение Корана». В этих двух номинациях представители Дагестана Магомед Магомедов и Гусейн Рабаданов заняли вторые места. В своем обращении заместитель Муфтия Ахмат Кахаев отметил важность изучения священного Корана. Также высказал слова благодарности в адрес организаторов конкурса. «Лучший из вас является тот, кто сам изучал Коран и обучает Коран у других. Но это нам не кажется в округе, то если ограничиться, стремиться стать одним из тех, кто сам знает Коран и преподает другим, вот если к этому будем стремиться и стремиться довольству Всевышнего Аллаха, это будет для нас самое важное, самое нужное». Иностранные туристы стали чаще приезжать в Дагестан. Один из дербентских хостелов с начала летнего сезона принял гостей из более чем 10 стран мира. Турист из Нидерландов Йод Смец приехал в Дербент вместе со своей семьей, женой Евой и двумя детьми. Он рассказал, что главная цель его путешествия – это изучение истории разных стран и знакомство с людьми. В древнем городе он смог увидеть много исторических мест и доброжелательных людей. «Очень красивый город. И в пляж мы были тоже. Где здесь? В пляж. Вам много понравилось? Да, очень. Мне нравятся люди, горы». Они также успели побывать в Гунипском районе и в заброшенном ауле Дагестана Гамсутль. Сейчас Йод с семьей держит путь на песчаный бархан Сарыкум и Сулакский каньон. Отметим, в прошлом году в Дербенте побывало 87 тысяч туристов, а с начала этого года – тысяча человек. Меньше 10 дней остается до старта всероссийского турнира по грэпплингу «5 звезд» в Чечне. Эти престижные соревнования носят статус главного старта сезона и станут отборочными перед чемпионатом мира. В каком расположении духа находятся дагестанские грэпплеры – узнаем в сюжете наших корреспондентов. Слово Курбану Рагимову. Две тренировки в день, нагрузки интенсивные. Это финальный этап подготовки к турниру «5 звезд». Семидневный сбор клуба «Юниверсал Файтерс» проходит в Дербенте. База расположена на берегу моря. Тренер Абдулжалил Адилов уверен – это хороший вариант внести разнообразие в процесс. Мы все знаем, что на берегу моря благоприятный такой климат бывает, и воздух немного особенный, чем в городе. Решили у моря, и это является как бы психологической разгрузкой для спортсменов. Это дает тройную, четверную, умножает твои тренировки. И тройная, четверная польза бывает, чем это будут простые тренировки в городе, когда у него есть домашняя суета какая-то, он от всего абстрагируется, и получается занят только тренировками. На базе не было спортзала. Эту ранее пустующую площадку грэпплеры оборудовали сами, привезли и постелили ковер. Условия, конечно, здесь спартанские, но борцы – люди неприхотливые. Для тренировок все условия есть – зал, душ, теплая вода, питание, жилье. Много не надо, но все необходимые условия есть для тренировок. Нам главное – маты, где побороться. Тренировки на сборах включают в себя работу над общей физподготовкой. Это бег по песку и занятия на турниках. Наградам Абдурахмана Беларова уже потерян счет. Вместе с Магомедом Абдулкадыровым они выигрывали в грэпплинге почти все, но победного настроя это не отбавляет. Для меня чемпионат мира, можно сказать, сейчас главная цель. Я выполнил нормативы мастера международного класса, и хочу достичь нормативов заслуженного мастера спорта. И для этого мне нужны баллы, соответственно, выиграть чемпионат мира. Поэтому цель есть. Хочешь стать сильнее – тренируйся с лучшими. В сборах успели поучаствовать порядка 30 спортсменов. Подключиться мог любой желающий. Давид Этезов приезжает в Дагестан из Санкт-Петербурга уже во второй раз. Привлекает атмосфера и отношения внутри команды. После окончания тех сборов он планирует задержаться в Махачкале. Приехал сюда для того, чтобы набраться опыта, потому что такого количества черных поясов, вообще любых цветных поясов и такого количества титулованных спортсменов, на самом деле в Центральной России это тяжело найти. И поэтому приезжаю сюда, чтобы поработать с лучшими атлетами нашей страны. Хочу остаться на полгода для того, чтобы пожить здесь, потренироваться, потому что здесь отличный коллектив, отличные ребята, братская атмосфера. Меня здесь встречает как своего, как будто я реально здесь всю жизнь живу. То есть отношение здесь такое. Здесь хочется оставаться, здесь хочется тренироваться. Сборы грэпплеров уже подходят к концу. Дома нагрузки пойдут на спад. Некоторые приступят к весогонке. Клуб «Юниверсал Файтерс» в Чечне представят 20 грэпплеров. Турнир в городе Шали пройдет с 10 по 11 августа. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербенский район. Две золотые и одну серебряную награду завоевали дагестанские борцы на первенстве мира. Турнир среди юношей проходит в эти дни в Болгарской Софии. Первую награду высшей пробы в копилку команды принес Магомед Тагир Ханиев. В финале в весе до 51 килограмма Хасавертовец был сильнее казахстанского вольника. Почин Ханиева поддержал Ариб Абдулаев. Махачкалинец в решающей встрече взял верх над соперником из Ирана. А еще один наш вольник, динамовец Загид Каримов, остановился в шаге от золота в категории до 92 килограммов. Напомню, что днем ранее золото завоевал легионер Джабраил Гаджиев. Медаль выходца из Ахтынского района пошла в зачет сборной Азербайджана. Всего россияне выиграли 7 наград, что помогло им в общем зачете обойти сборные Ирана и Индии. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин